Продолжение следует... 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 Вот я буду говорить по русской части, по русских текстах. Так в чём фундаментальность, на мой взгляд, Геннадия Николаевича Айдии как поэта? Во-первых, лично для меня он фундаментальный икон очень сильно повлиял на моё собственное творчество, на мой авторский стих, на становление меня как личности. История такая. Я всегда хотел быть любимым, как все дети. И первые мои поэтические опыты, они были связаны с этим стремлением быть любимым, быть в центре внимания. Это был 10-11 класс. Время такой подростковой жизни. И тогда я писал стихи первые, жуткие, чтобы быть в центре внимания. И такой был коварный ход, придуманный мной. Я писал стихи фривольного эротического содержания. И этим вызывал много слухов, и все в классе знали об этом, и стремились их почитать. И в это же время я обнаружил в учебнике по литературе как раз такой параграф, посвященный Педаль Николаевичу, в учебнике по русской литературе, в экспериментальном учебнике. Тогда как раз в школах было такое время, наверное, и сейчас оно такое, когда постоянно пробуют разные программы. Вот наша учительница по литературе тоже пробовала эти программы. И там я нашел несколько стихотворений и краткие биографические данные. Но они из стихотворения не запали ко мне. То есть я прошел мимо, подчиняясь некому автоматическому способу чтения. То есть мне показалось, что они были такими закрытыми от меня, или я был закрыт от них. Ну, в общем, мы разошлись с этими стихотворениями. И намного позже я столкнулся с его творчеством, когда уже учился в аспирантуре и писал диссертацию. И у меня был такой жуткий кризис, потому что я внезапно понял, что я пошел в аспирантуру, чтобы быть любимым, родителем. Я считал, что если я стану таким умным, хорошим, то меня будут любить больше. Но я ошибся. Они меня любили так же. Вот. И тогда я впервые осознанно столкнулся с стихотворениями Генера Николаевича, благодаря знакомству с Иосиком Криром, и только тогда я понял что-то в них. То есть безобразно говорить, что из его стихотворения стали и он сам, Генера Николаевич, таблетким камнем, на который я споткнулся и упал. Я поднялся и посмотрел этот камень, поднял его этот камень, посмотрел на него. И этот камень что-то говорит, и я услышал, что он говорит этот камень. То есть я понял, что его стихотворения, они не должны восприниматься над некими автоматизмами. Необходима некая остановка, остановка мышления, остановка сознания, некий другой поворот, этот угол рассмотрения. Если говорить так наручно, необходимо некое метаноэ, измененное сознание. Когда человек уже не бежит за рекламой, за какими-то такими социальными целями, лозунгами, а вот он остановился и начал замечать такие вещи, которые он раньше не замечал. Он начал слышать тишину, замечать, как падает снег. И как эта прекрасность, и какая ценность каждого этого заднего. То есть я нашел в тот момент своего поэта. Я стал читателем, но не простым читателем, а читателем, который слушает. Читателем, который слушает. Это очень важно для меня. Во-вторых, фундаментальность поэта, на мой взгляд, встречается в том, что он основал свой язык. В русском языке он создал такой особый свой поэтический космос, который живет по своим правилам. Может быть, он трагичный космос, не совсем античный космос, где обитает белизна, свет, поля. И сам проект, наверное. Этот космос, он устроен вопреки русскому языку. Геннадий Николаевич расширил границы языка, расширил способы его использования. И, может быть, поэтому его называют авангардистом, что он пробовал язык, испытывал его, некие возможности рассматривал, как его можно использовать. Но все-таки мне кажется, что он свои попытки расширить язык не ради самих попыток делал, а все-таки для того, чтобы выразить некое космическое начало, абсолютное начало, если угодно, божественное начало в вещах. Именно его способ рассмотрения конкретных вещей цветка или стопы сена или любых других вещей. Вот за этими предметами он видит некое другое начало, другое начало мира. И эта методистическая оптика, она роднит его скорее не с авангардистами, а с такими поэтами традиционными, такими очень традиционными архаическими текстами. Геннадий Николаевич, он фундаментален в том, что он имеет множество точек взаимодействия с культурой. То есть можно сказать, что одна его поэтическая родина – это авангард начало XX века. Вторая поэтическая родина – это народный фольклор Поволжье, Чувашский фольклор. И, может быть, третья поэтическая родина – это французская литература. Мне кажется еще, что фундаментальность Айгии заключается в том, что он, его творчество, может стать фундаментом, основой некого канона Чувашской поэзии XXI века или русской поэзии XXI века. Конечно, для этого нужна большая работа по популяризации, если угодно, по творчеству. И, может быть, наша сегодняшняя встреча – это как раз и есть конкретное проявление этой работы. Но я очень хотел бы, чтобы молодые люди, которые, может быть, только сейчас родились, или которые сейчас являются начинающими акторами, нашли в Айгии своего поэта, чтобы они споткнулись об него, чтобы они подняли этот камень и услышали, что он говорит, чтобы они стали настоящими слушателями Айгии. Я думаю, что можно задать вопросы или какие-то реплики сразу говорить. Так, еще. Дима, можно я тогда? Дима, только не надо, наверное, пытаться сделать канон из него, потому что любой канон – это, в общем, застывшая такая вещь. Он сам по себе, у него нет практически ни последователей, ни предшественников, поэтому насчет канона я тут посомневался. Да, лучше не канонизировать, но… Ну, может, я знаю. Дмитрий Николаевич, у меня тоже вопрос, вы сказали, что вопреки языку, то есть, мне кажется, он просто язык использовал как материал какой-то. И ведь, если бы вы говорили о русскоязычных стихах, то есть, это чувашский язык, например, то там… Ну, чувашский, да. То есть, язык тут, по сути, может быть, и не основной, а как вы говорили, идеи и мысль донести, а это просто средство. Но все-таки, мне кажется, что в русских стихах стихов есть некое сопротивление языку, некое сознательное, может быть, нарушение или отход, или расширение вот этих правил использования. То есть, немножко не по правилам, и это создает некое вот такое вот напряжение. Напряжение. Для восприятия. Для восприятия, да. Может, какая-то строго-то страна. Может, не немножко, но… Ну, ладно, об этом еще поговорим. Еще, пожалуйста. А можно было насчет канона? Да. Ведь если взять вот творчество Ленаря Николаевича в целом, то он такой, прошел большой путь развития. То есть, ранняя стихия эта совсем отдельная. Ну, по тематике, по форме, по многим другим характеристикам. Потом это более уже, ну, как сказать… Выход на свою тематику, на свои вот эти образы, появление элементов этого космоса. И уже поздний период – это уже возврат к простоте книги «Клагодель». Потом пение – это уже стремление высказать то же самое, но максимально просто, как мне кажется. Это вместо тех образов, которые не вышли, как бы, из вот такого, как сказать… Мне трудно вылезать. Ну, я бы не сказал, что у него проще стали в конце. И все равно там довольно сложное, как бы, системное восприятие. Его выдерживать стали более такие вот, может быть, земляные, какие-то более основные темы. То есть… Но все равно там очень много между словами. На самом деле, вот ты видишь, русский язык он там не ломал и не ломал. Он, как бы, оставлял промежутки между словами, которые заполнялись… Он не ломал русский язык. Немножко понятно. Ну, тот еще… Инструментарий просто слабовар был для его того, что он предоставил. Мало-мало инструментов. Может быть, здесь паузы, когда, как раз, ну, они решили. Очень большой смысл. Не хватало просто. Поэтому, может быть, он что-то изобретать так. Ну, хорошо, мы еще вот, наверное, поговорим. Вот же… Вот Наталья Азарова должна выступить. Много нет. Но мы готовим, например, журнал «Ким». Там вот часть из Украины, которые должны быть здесь, они будут там. У нее будет не этот текст, который здесь обозначен в программе. Запись на границах философского и политического текста и тренировок с архивом Айки. Ну, что-то близкое к этому. Ну, он будет называться поэр-философ-поэр. Из… Использование философской лексики в видеостиле, там, айки, что-то находит. Ну, примерно, такая близкая тема. Этот текст есть, он будет потом в Куликоне. Вот как его пришлем, там, не лейт. Самый автор тоже самоксидирует. Ну, эта тема такая философия. Там и поэция, она сейчас просто немножко там, как дискутируется, в связи с нашего журнала. Это как продолжение вот этой дискуссии. Там интересные есть нервные люди. Какие там приехали еще. Ну, а что мы взяли, нам не без завтра. Я думаю, что он там в какой-то форме свое вступление до нас принесет. В какое-то время, там, для этого, наверное, будет время у нас народные поэты. Все дальше снега, гляди. И как-то, наверное, группа, вместо комиссии, в ближении. Вот. Ну, для сих пор вот приехал из Далекрата. С вами Далек Петербург, участник института. Я получил института свою комиссию на степени на форекс наук. Это была тема, тут сравнение поэтик, метапоэтик, в ближайшее слоев и генеральный айдей. Это было интересно. Я всегда с вами мечтал, но только от альтерната, это было интересно. Ну, сейчас она дальше двигается по наступлению айдейски, скажем, на третье слово. Ну, я с вас тогда конкретизирую название диссертации. То есть, моя диссертация называлась «Неоавангардная поэзия» Виктора Соснора и Геннадио Айги. Эстетика самоопределения и поэтика. Ну, и то есть, на данном доме конференции я выступаю с докладом, который называется «Авангардная аппаратитура ангилогического мифа» Геннадий и Алексея Айги. То есть, целью моего было выявить начало музыкальности Геннадия и сопоставить творчество с творчеством моего сына Алексея Айги. То есть, безусловно, я не говорю о каком-то тождественном сходстве, но, тем не менее, я пыталась найти какие-то общечерпи, поскольку у них есть иными к минимализму. Ну, то есть, сейчас я пытаюсь доказать свою точку зрения. Ну, вообще, проблема соотношения музыки и слова – это проблема не только искусствотеческой, но и философской проблемой по обческой практике. И музыкальность определяется в современной культурологии как эффект некоторого сходства музыкального и поэтического текста, когда оба они пользуются одними и тем же приемами, организованы на уровне каких-то общих конструктурных принципов, но, тем не менее, эти принципы считаются относящимися к музыкальному тексту по преимуществу. Ну, то есть, ну, это вот такое определение общее, а в историческом контексте, конечно, более широко и глубоко, вообще, в принципе, эта проблема соотношения музыкального и поэтического и лирического рассматривалась. Допустим, нужно вспомнить и Платона с его мелосом, который говорил о единстве «Гармонии, ритмы и слова». Затем в Средневековье эта идея синкретизма. И когда после синкретизма музыка и поэтические разошлись, то есть музыкальные вербальные искусства разошлись, они тут же устремились настречу друг к другу, но наталкивались каждый раз на недоступную и непреодолимую черту. Ну и вот, допустим, романтики. Да, их тоже очень интересовала эта проблема, то есть с их идеей музыкальной гармонии, то есть что музыка – это самый гармоничный язык природы и вообще дутия. Затем символисты тоже, они была очень важна в музыке, поскольку их качество было на выражение стихийного, денисейского, что вот именно, прежде всего, музыка может выразить. Затем проблема выражения невразимого, дух музыки. То есть вот эта проблема рассматривалась и у Ницше Шопенгауэра, и, безусловно, она была очень важна для авангардистов, которые тоже, они опираются на, с одной стороны, на романтическую традицию, то есть какие-то синтезы искусств. И, с другой стороны, они оперируют уже сценалом новостно-технической революции. То есть для них музыкальность – это набор приемов, которые можно использовать для создания литературного текста. То есть, ну, допустим, та же самая пауза, затем повторы во всех вариантах. То есть это литмотив, рефрен, параллелизм, антономные звуки, звукописиеколонавра. То есть, ну, варианты вариации паузы. Ну, и так далее. То есть потом просто конкретно. Например, этот текст мы рассмотрим. Ну, и проблемой музыкальности и современной авангарды, очень широко проблема рассматривается, ее анализирует Сергей Бирюков. Ну, и вообще, в принципе, эта проблема актуальна. То есть, допустим, существует в современном авангарде саморная поэзия или сам поэзия. Это Ренигна, Сергей Сергей, Сергей Бирюков. Затем, а также музыкальность выражается в текстах и не только сонорных поэтов. Это, допустим, Виктор Соснора, там, песня, которая называется «Непой. Многочисленные паллады». У Ильина Нацаканова есть цикл «Осень на долете львинных сестер» Реклина. У Андрея Взнесенского тоже генролова «Параболическая паллада». То есть музыкальность, она очень характерна для современного авангарда, для современной литературы. И в творчестве Геннадия Айгей музыкальность тоже очень ярко появляется. Прежде всего потому, что его творчество всегда было направлено на синтез искусств, поскольку таким образом он пытался выйти за границы слова, то есть за границей этих языковых скоп, которые связывают людину поэзию, поскольку он отрицал традиционалистский подход к написанию. То есть, в принципе, вот это вот его желание выйти за пределы слова, оно основывается, прежде всего, не только на поэтической интенции, но и на духовной интенции поэта, поскольку он пытался выразить именно смыслы более глубокий, чем эмпирический. Да, он пытался быть одноатологическим, на уровень обитийный. Ну и музыкальность. Музыка в Айгей проявляется в различных аспектах, то есть это и музыкальные жанры, четко каркортизированные, когда Айгей начинается каркортизировать этот лирический код. Допустим, Моцарт касаться этим или рэками, которым он посвящал цикл, посвященный Пастернаку, затем парлон пению, то есть фолькдонные мотивы, затем это и попытка выйти на какой-то досубъектный уровень, вернее, субъектный, дословесный уровень. Допустим, это его тетрадь Вероники, когда он пытается воссоздать младенческий лепет своей дочери, то есть это первобытный детский лепет, который еще не брожен в словах, поэтому он ориентируется на интонирование, на ритмы и вот такие вещи. Это также мотив плач, который тоже невозможно выразить вирбально, поэтому вот он ищет какие-то другие коды. Ну и если говорить о музыкальных пристрастиях, то, безусловно, это авангардисты музыкальные, с которыми он начинал сотрудничество еще в 60-е годы, то есть это инициативничество, с которыми они, в принципе, находились во взаимосвязи. То есть, как уже Тима говорил, что ему ближе были художники, поэты, художники и музыканты, чем поэты. Это цифры Губайдулина, Андрей Волконский, ну и музыкальные форматоры всех эпох, это и Моцарт, и Прокофьев, и Антон Вебер, и другие музыканты. Так, ну вот, и о музыкальном, как одной из составляющих поэзии, говорит Атмир Петрович Кузангай, он говорит о ценности стихотворения поэта, о ценности его стихотворения и их слитности, чтобы в организме стихотворения одно переходило в другую, как бы без признаков этого перехода. Идет от музыки символизма, когда вес отдельных слов съедается благозвучием всей вещи. Вот, и безусловно, что Ай-Е, разрабатывающий музыкальный код, он не только пытался выразить вот эту вот дословесную субъективность, субъектность, но и именно пытался выразить этот антонологический звук бития, то есть то, что скрыто от человеческого восприятия, то, что не может быть выражено на человеческом языке, то есть вот этот вот диалог с битиям, который присутствовал, который слышал Ай-Е. И он пытался выразить это, прежде всего, в тишине и молчании, да, как известно, это очень характерная для Ай-Е проблематика, тематика. И, то есть, отсюда его очень неординарный творческий поиск, поскольку, ну, естественно, что выражение выразить, тем, что наценивание паузы в тексте очень трудно. Ну, и вот средство, которым он пользовался, это, прежде всего, пауза, да, то есть она появляется на неграфическом, это обилие тире, двои точки, когда текст распространяется по пространству белого листа, и это тоже имеет значение, то есть белый лист выступает как пауза, минималистический подход. Затем это ритм. Вообще ритм считается, там, организационно-музыкальным принципом, но в то же время это и способ акцентирования каких-то важнейших элементов текста. И особенно ритм был важен в верлибре, то есть он там максимально семантизируется, максимально насыщен. Сам Ай-Е говорил о приливах и отливах ритма, о том, что ритм ведет за собой поэт, да, ведет за собой текст. И в то же время ритм, он становится у Ай-Е, вообще организующим, в принципе, его картину мира, то есть организующим вот эти бетильные константы. Это вот постоянно повторяющиеся его мотивы. Лес, поле, снег, сон, тишина. То есть вот тоже все это имеет внутреннюю вот эту вот ритмическую логику. Ну и сама архитектоника его текстов, то есть это минимализация, редукция текста, то есть редукция выразительных средств, их максимальное сжатие, уменьшение, за счет чего создается концентрация значения. То есть значение приобретает гораздо больший смысл вот за меньшие единицы текста. То есть какого-то расширения соматического года происходит. И тут можно говорить о влиянии нововенской школы и Антона Виберна. Сам Ай-Е говорил о том, что Виберн влиял на него. То есть это музыкальный минимализм, который, ну, основывается на таких постулатах, как тоже работа с кирпичными элементами, это какие-то простейшие акустические сочетания, это звук, нота, и также уничтожение функциональных связей внутри целого. То есть музыкальный текст организуется уже не просто не линеемо, да, разворачивается, а связь его организуется в другом поле. Ну и, то есть можно, я рассматриваю ряд аспектов, с помощью которых можно говорить о присутствии музыкального. У Ай-Е, прежде всего, это на уровне феметического, то есть это ритмические возможности фонемы. Например, это известный текст «Утро», «Спокойствие гласное», да, прежде всего, это «А», или «Утро в детстве», ну там там «А» исполняется «А», то есть вот попытка уйти, когда текст продлевает сам себя. То есть они выходят за пределы текста, и текст начинает работать уже не на уровне смыслового, да, там «хлеб, стол», то есть то, что мы уже не слышим, мы не слышим этих слов. Ай-Е работает со словом настолько, что он преодолевает границы слова, и слово начинает работать на методекстовом, то есть на сверхтекстовом уровне. То есть работают эти вот мельчайшие единицы текста, и в таком случае может подниматься на надъязыковой уровень. И тут происходит уже и максимальная временная концентрация, да, то есть и можно говорить вообще о дистанциальном пространственном временном единении точки здесь и сейчас, то есть происходит прорыв по вневременной пространства. Также он работает внедрять, внедрять музыкальную партитуру в свой текст, то есть вот я распечатываю текст, чтобы не быть голословный, это два текста. Первый текст без названия, то есть вот это текст 64-го года, в котором присутствуют графические и вербальные коды. И спустя год был написан второй текст, это уже «О чтении в слуху стихотворения без названия», то есть где присутствуют два музыкальных предложения, две нотные партитуры внутри текста, то есть таким образом можно говорить о том, что здесь три кода, да, это визуальный, дурбальный и музыкальный, и текст вообще-то перелетает уже такое полифоническое многоголосие, полифонизм. Ну и текст находится между собой тоже, вот в георархической взаимосвязи где-то текстовое, то есть один текст комментирует другой, они не равноценны, да, то есть они вот находятся в такой вот взаимосвязи вертикали. Ну и, то есть не углубляясь именно, не говоря в дозах, да, то есть если говорить о музыкальности, здесь очень важно, что в сознании айгима по картинке мира возможен вот этот переход визуального, допустим, на язык музыкального, то есть как эти два квадрата, они подобны между собой, но в то же время они не тождествуют, то есть между ними есть эта динамика развития. Точно так же и два эти музыкальных предложения, то есть айгим маркирует их пиано по продажу, то есть тихо немного медленно, и следующий пиано и сеста темпа, тихо тот же темп. С одной стороны они подобны друг другу, но они оба окружены паузами разной длительности, то есть мы говорим, после продолжительной паузы следует, затем следует музыкальный отрывок, который завершается, пауза не превышающая первого, затем после длительной паузы опять музыкальный отрывок и снова длительная пауза, то есть в этом тексте оказываются равнозначными и вербальная, и визуальная, и аккомпанемент, и мелодия, и пауза, все они оказываются равнозначными. Тут так же можно говорить о влиянии вот того же Вибер на своем музыкальном дисплеционизме, который говорил, что нужно уходить в глубь в попрощающую глубину, то есть он тоже пытался передать тишину и молчание своей музыке для того, чтобы уничтожить временные рамки, которые нас связывают, то есть уйти за пределы времени. И в таком тексте происходит максимальная концентрация времени, и в таком случае исчезает это ощущение времени. Другой манималистский проект говорил о том, что им необходимо, чтобы в такие тексты не добиваются того, что психологическое время приравнивается к антологическому, то есть мы можем выйти за пределы времени, если мы прочитываем этот текст, проникаемся им. Так, ну и другой текст, который я организовала, другой принцип — это принцип повтора и вариации, это зарядший комик в цвету, то есть здесь основной принцип варьирования лежит в основе этого текста. Ну и так, если вкратце сказать, то есть я просто для удобства интерпретации разделила его на 10 частей, и оказалось, что в каждой части текста организована, его структура организована сентробежно, то есть в первой части соответствуют заключительные, то есть они все пересекаются, ну вот я зачитаю два примера. Первое — это «и в страдании чаще и шевелюсь», и заключается тихо, завершается тихо, как будто в страдании чаще. Затем второй и восьмой. И долго я слышу «le d'you a et te», простите, мой французский, я учила английский, то есть здесь французская стата по-французски из Киркбора. И завершается. И не людское «le d'you a et te», то есть постоянно происходит вот это вот соотношение отрывков вербальных, да, музыкальных, но они не тождественные, да, они постоянно не являются. Ну и также в тексте присутствуют музыкальные такие маркеры, как допустим «долгая», то что можно себе нести с «легато», потом «тихо пиано», «о» занимается как «плещенда». Здесь финал текста может быть прочитан героя, то есть на уровне вербальном, музыкальном и визуальном. Я сочетаю финал снова и снова, дальше следует два тире и двоеточие. «Ах, два слова последних, сыграла бы флейф, не для тебя». То есть это, это основан центр текста, который находится на вторых пределах, и здесь, ну, может быть вербальное, да, прочтение то, как я прочитала, затем графическое, это вот как раз тире и двоеточие, которое употребляет для гидры, то есть символизирует тоже паузу. И музыкальный, то есть он говорит, что сыграла бы флейта, то есть оказывается, что это код прочтения всего текста, что текст может быть прочтен как нотная картатура с листа. Так, ну и вот этот вот принцип варьирования сходных элементов, он характерен был и для тональной музыки, которая основывается на этом, и для репетитивной техники. То есть репетитивная техника, она основывается на том, что берутся паттерны схожие элементы, и они в длинном, да, в пролонгированном произведении они постоянно варьируются, то есть они повторяются, но тем развиваются. И можно еще, да, есть время? Относить. Да, помещается. Я сейчас вкратце, то есть, ну и заключительный, да, тут уровень интерпретации, это анализ тишины молчания в текстах агит. И тут тоже можно сказать о том, что, в принципе, тишина и молчание они тоже трансформируются в восприятие агит. То есть если, допустим, ураневый агит проявляется на уровне мотивно-образном, допустим, ну и тут можно сейчас поставить, что произведение агит есть, и произведение Кейджа, классическое произведение, минималистическое, 4 минуты 33 секунды тишины. То есть Кейдж, он был реформатором музыкальным, он был одним из отцов музыкального минимализма, и это произведение, оно выражается в том, что выходит музыкант, открывает крышку рояля, там выходит рыбик и все, и не играет. И тут вот эта тишина, то есть есть татцы, такое назначение в музыкальных партитурах, то есть долгая пауза. Здесь тишина у Кейджа имеет, в первую очередь несет с собой платаж, то есть публика она не ожидает, это вангардная направленность, агрессия субъекта на публику, на объекта. Чтобы вывести ее из состояния статики, чтобы публика начала думать как-то другом, немного расшевелить ее. То есть здесь вот происходит вот, прежде всего, перестройка перцептивного аппарата, распределя, то есть люди начинают скрепеть стульями, чихать кашля, то есть и они должны именно обрести другой слух, то есть они пришли слушать музыку, да, ну, то есть что-то будет вкладываться им в рот, и неожиданно происходит все, то есть все меняется, да, все это, одно пространство рушится, и происходит изменение их восприятия, принципиальности. То есть это нелинейное прочтение текста, ну, музыкальное в том числе. Ну, и из этого вот произведения Кейджи, из его творчества, часто развелись такое направление, как эмбиан, то есть это вот мысль, который тоже направлен на это. У Айди есть и произведения есть, которые также завершаются таким же образом, когда публика делает что-то, что завершает текст, то есть прямая тоже параллель с Кейджем. Ну, и если раннего Айди было характерно дорожение тишины, то есть какого-то атрибута внешней реальности, то затем Айди приходит в позднем своем творчестве к стремлению выразить молчание. То есть молчание – это уже личностное, субъективное его состояние, и он в 90-е годы пишет произведение поэзии «Как молчание. Разрозленные заметки», который состоит из 44 отрывков. То есть и вот, собственно говоря, это произведение я и сопоставляла с творчеством его сына Алексея Айди. То есть поскольку, ну, минимализм тоже, он только называется минимализм музыкальный, на самом деле это очень долгие произведения, поскольку мы считаем, что современное восприятие клипа, оно не способно концентрироваться на чем-то, да, малом. То есть нужно постоянно какие-то многочисленные часовые музыкальные тексты, там, или видео, для того, чтобы, повторяю все, чтобы человек что-то хотя бы успел ловить, что пытался нанести на него автор. Вот, и... То есть... То есть, вот... Я не чувствую, что не буду так давать. У него является творчеством Алексея Айди, то есть просто... Ну, вот... Ну, вот... То есть для Геннадия, Алексея Айди было характерно использование общих приемов, это приемы как повтора, варенирования, возвращения и импровизации. То есть в случае с Айдией Айджазовым, Алексеем Айджазовым импровизацией, но вот Геннадия Айджазовым, импровизацией другого рода. И... Сами их исторические постелаты. То есть, прежде всего, это... И отец и сын, они пытались выйти к диалогу с тишиной культуры, поскольку культура, в их понимании, это набор каких-то звуковых, акустических, языковых рамок, ну, вот, как я говорила, да, языковые скобы, то необходимо для того, чтобы именно вступить в контакт с культурой, в контакт с питьем, необходимо услышать эту тишину, то есть вступить в диалог с тишиной. Затем, безусловно, тишина в их творчестве — это метатекстовая саморефлексия, то есть для них важен именно процесс создания, вот этого разъятия слова, да, выхода из его предела, то есть процесс создания этой тишины. И в данном случае обратляется вот эта свобода творческого акта, которая была необходима для них. Ну, и выход на уровень нуля звука, потому что именно вот в этом состоянии только и можно творить, вот, дойдя до нуля. Ну, и безусловно, то есть это прорыв к антилогической тишине, то есть прорыв вот к тому зову бытия, который пытался передать в своих текстах. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Так, пожалуйста, вопросы? Какие-то маленькие выступления. По поводу... Ну, пока нет, да? Хорошо. Ну, пойдем дальше. Аплодисменты. Ну, вот здесь мое выступление значится. Называется оно «Чувальские ай-ги». Я, наверное, расскажу кое-что. Ну, сейчас вышла эта книга, она появилась только что буквально недавно. Это первый том собрать сочинений Генера Николаевича. На чувальском языке включает почти все его чувальские сети. Почти все. Но включаясь переводов. Переводов предполагалось больше. Там и венгерские поэмы должны были быть, и польские поэты, и шведские поэты, и хрийские поэты, и другие. Ну, по техническим причинам. Здесь давали только переводы из русской поэзии. Это был Пастернак поэма. Одно стихотворение Пастернака, две стихотворения Мадельштама, два стихотворения Тютчева, и что-то. Ахлебникова, десять макихих стихотворений. Вот и все. И французские поэты почти все. Ну, конечно, там тоже осталось. Ну, вот так это вышло. Ну, писательство, вроде бы, обещает потом, даже не секретно, и переводы, вот, в полном объеме издательства, это отдельный ртом. Когда мы лучше говорим о чувашском айде, наверное, можно говорить о русском айдее, естественно. И он известен в мире, как поэт, скажем, часто обозначали его, как чувашский поэт, пишенный, по крайней мере, ну, чувашского происхождения, не русского происхождения, пишенный на русском языке. Его творчество, конечно, известно в мире русские, русские его стихи, русские его тексты. Они перенесли на много языки мира, не знаменитыми книгами. И можно говорить, наверное, о чувашском айдее, это первоначально все-таки было, и его родной язык. Но часто неправильно пишут, что он перешел на русский язык, там, у Совета Пастернака, и Кмета, там, где-то в начале 60-х годов, но это никак. Но иметь в связи с вами, как бы, чувашский язык вообще, так сказать. На самом деле он всегда писал на чувашском языке, и переводил очень много на чувашский язык разных поэтов, которые его назвал в честь. Они вышли отдельными антологиями, где он был основным переводчиком, он был составителем этих антологий. И известность он обрел, я думаю, такую относительно широкую. После того, как была полюкована книга «Францы поэйдзем», французские поэты, поэты Франции, на чувашском языке «Антология», включавшая из себя 77 поэтов, от Круса Виона до Ио Банхуа, и за которые потом получил, чуть позже, в 1971 году, премию «Французской академии». Об этом писали достаточно широко, что чувашский поэт получил премию «Французской академии» за свои переводы и так далее. Поэтому чувашский язык был для него очень важен. Но это вот, как бы, есть две ипостаси в данном случае. Ну, оригинальное творчество на чувашском языке, которое продолжалось с 1948 года до последних, в общем-то, лет его жизни. Затем его переводческая деятельность. Это тоже очень большой класс его жизни, творчества. Когда он входил во французскую поэзию сначала, затем, может быть, с не меньшей любовью, но и с интересом в дюймбергскую поэзию, я хочу знакомить с биографиями, творческими поэзиями, по таких поэзиям, как Энтриаген, там, Шандр, Петр, Бенянс, Аренто, и другие. Вот. Затем это польская поэзия, которая тоже была, для него, ну, это вот самая была такая многострадальная антология, которая очень долго издавалась. Среди 13, 14 не могла она выйти, а потом в 1884 году появилась Ельея. Ну, затем вот Бельман, шведская поэзия, ну, и ряд других поэтов. Это вот вторая, как бы, ипостать Чувашской войны, его переводы. Но есть еще и третья ипостать, это то, что примерно с начала 70-х годов он начал составлять, отбирать тексты для Чувашской, для поэзии Чувашской, для антологии Чувашской поэзии, которая должна была быть, глава Физона, вот, скажем там, на разных языках. Это тоже очень была долгая история с изданиями этих книг. Ну, в конце концов, все-таки эта антология в разных видах, в разных объемах, она появилась впервые на английском языке, под названием Чувашсо, Чувашское слово, сокращенный такой вариант был в 1885 году. Затем вышло итальянское издание, «Икранти, Дейкополит, Белый Волга», издание Венецианского университета, это было уже достаточно полное издание в 1886 году. Затем появилось, уже под эгидой ЮНЕСКО, английское издание в 1991 году. Первоначально предполагалось французское издание, но оно тоже очень долго там как-то подвигалось. И в 1996 году, наконец, оно вышло по глазам ЮНЕСКО, по глазам ЮНЕСКО, «Глаза полей», в переводе, там и главный переводчик и редактор, это айгист номер один, наверное, который и сам термин, тут как-то говорил, по обороту, это Леона Робель, утром университета у НЕСКО у нас 80 лет, специальное рождение, и еще коллектив переводчиков, она появилась в 1996 году. И вот было шведское издание 2004 года, «Фейта Сеган», тоже «Глаза полей», такое же название, «Глаза полей». И есть часть текстов фальтериодных, ритуальных, мифологических песен, песенных текстов, она вышла на немецком языке, в собрании сочинения реки, двухтомники, под названием «Миргезанг сумхолен», это в 1995 году. То есть вот эта чувашская поэзия, благодаря усилиям Г. Николаевича, представлена на основных европейских языках, она представлена и доступна. То есть это тоже чувашские айги, но в данном случае, как бы он, если раньше как переводчик он старался сюда ввести какие-то поэзии, скажем там, поэтики отдельных поэтов, отдельных стран, то здесь, наоборот, он представил чувашскую поэзию в мире достаточно достойно. Ну, онтология, она своеобразная, и вот, возможно, как-то мы осуществим позже какое-то издание ее вот здесь, вообще, на чувашском и русском языках, потому что о ее никто не знает. Вот она есть вот на тех иностранных языках, но на чувашском языке и на русском языке ее как бы и нет вообще, так сказать. Ну, она есть в рукописи там, но в таком только виде. Наверное, было бы справедливо ее тоже представить здесь, потому что там есть не только сами тексты интересные, там есть еще какой-то взгляд самого Геннадия Николаевича. Это отбор текстов, выбор их, выстраивание всей этой композиции, всей этой антологии. Там представлено чувашское слово во всей его полноте. ну, естественно, не в смысле объема, а в смысле именно отбора наиболее таких важных, может быть, каких-то моментов духовной жизни чувашского народа. вот, а мы ее и как бы и не знаем, так сказать, на языке оригинала, вот и в русском какой-то. И там есть русская транскрипция, которая тоже, но это даже зацепь перевод, я бы назвал транскрипцией именно, потому что он немножко их там, как сказать, я бы не сказал, адаптировал, но как-то очень так немножко видоизменял, согласно своим еще некоторым представлениям об этом духовном мире. Это тоже, так сказать, он как бы имел на это право, наверное, это тоже интересно, в принципе. Вот, чувашские идеи и русские идеи, если их сопоставлять, ну, здесь вот есть хорошее предисловие Виталия Семеновича Щепушкина, это динарка, вот, где он все пишет о чувашском идее очень хорошо и подробно. Это, в общем-то, действительно, ну, разные, так сказать, это, естественно, один человек, но это разные поэты, я бы сказал так, все же, если сравнивать их грамматику, семантику там и так далее. Здесь, ну, об этом можно говорить долго, наверное, все же о чувашской идее он вписывается в определенную традицию чувашской поэзии, наследует некой традиции, хотя он тоже ломает каноны определенные, наверное, я думаю, что это делает каждый поэт, присваивая некий язык и затем сотворяя из него какой-то свой новый язык. вот, и это, наверное, одно из назначений поэта, чтобы он не пользовался общепринятым языком, хотя есть и такие, наверное, стихотворцы, он должен сотворить нечто новое, только с помощью этого языка, орудия он должен сотворить вот то, о чем говорил Дмитрий Воробьев, космос там и так далее. не должно быть какое-то орудие для этого, чтобы это сотворять, просто так из готовых кирпичей это можно даже что-то сделать, но надо сделать какие-то новые для этого средства. И Геннадий Николаевич там есть, конечно, в Чуварской поэзии тоже такие элементы, но это же был довольно трудный был такой путь, конечно, потому что, начиная с его первой книги «О Тиземь и о тебе», которая вышла в 18-м году, он как-то получил такую очень, здесь не очень хорошую оценку местной политики, даже начиная раньше еще. У него была такая маленькая баллада о своем осе, который погиб на фронте, ну, это как бы пуля там, которая убила его оса, она как бы попала в него поэта, и, значит, в нем как бы там до сих пор кровоточие причиняет ему боль и так далее, ну, примерно такой сюжет этой баллады. Ну, и вот потом, значит, ну, это небольшое стихотворение, само по себе, ну, и понятно его мотивы там и все прочее, он пропал без вести, но тогда еще не было неизвестно, насколько я знаю, что где он вообще пропал, и как он, что он там и так далее. Ну вот, и на эту балладу, такую довольно большую статью написал там такой известный книжку, который его критик, Иван Данилович Кузнецов, там, «Каркуля синь-день черного баллада», в общем, такую разгромную, что там, то, то, там, и так далее. Когда вышла первая книжка, то же самое, там, шла и цели там, ну, Игорь Сааза, потом он сделал по этой книжке, а не по этой книжке, были там две главные, были важные поэмы, написанные в то время, в 54-м, 55-м, 57-м годах, это «Чарет Эвер», «Жимая Зависть», и «Ушлама» сначала, собственно, из которых он, как считал, он начался, как поэт вообще там, не русский, не шибайский, а вообще как поэт. Ну и когда он кончал уже, к этому времени, литературный институт, в Москве, он сделал подсрочный перевод этих поэм, ну, для защиты литературной работы в институте. Ну, они как-то пошли, и там тоже вот были другие всякие обстоятельства, и он застрелся в доме ранее, ну, правда, такого анонимного, но, хотя бы у всех было ясно, там, такой поэт, Жаров, делал доклад на первом учрительном съезде писателя РССР, и там у нас целые, не знаю, большие такие куски посвятил этой поэме, его цитировал, там, вот, не знаю, к нему попали эти посрочники, там, каким образом, ну, не знаю, каким образом попали. Ну, к примеру, ясно, потому что тогда была еще вот история с Дружбой с Царнаком, там, а там, кстати, история с Докмашевагой, и все как бы все это было связано, в общем, он получил еще какие-то эти материалы, и там он, да, повильно цитирует, и все говорит, вот, откуда, такой деревенский парнишка приехал в Москву, там, и там пишет такие вещи, ну, это, как бы, он не задруживал с этим паренком, там, и так далее. В общем, такой целый панфлет написал, а, ну, это официальный такой был сценографический был отсчет, который напечатан везде, ну, и здесь, естественно, он стал здесь, ну, в общем, получил, там, уже начиная, вот, с 58-го года, с самого начала он получил такой вот, как бы, ореол такого, ну, нежелательного, такого диссидентского, такого, 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 не такого, как нужно поэта, и так далее. В общем, поэтому чувашская биография была, конечно, сложная. Книжки выходили, естественно, но это был, может быть, единственный источник, его доходы, книги на чувашском языке, переводы частично, которые выходили здесь, но с такими очень большими интервалами. Ну, все было из-за 10 дней на чувашском языке при жизни. Ну, вот, первый, 58-й год, второй, 62-й год, эти полночные свекления музыка, затем, Удом, 64-й год, ну, такие, довольно маленькие книги, небольшие, они по объему. Затем, с первым, 7 лет, потому что там, слишком амором появление. Затем, вот, это важные книги, как раз здесь, с первым я привыкнули вот эти поэмы, так сказать, такие вот, крамольные, скажем так, поэмы, я не хочу и скажу, они связаны, как раз, насчет перехода на другой язык. Это вот, два первых книжка, извиняюсь, вот. Это 75-й год, Чаретеве, затем опять, пять лет прерыв там, и так далее, что, ну, потом уже как-то стали выходить, более-менее, вот, эти книжки. вот эти две поэмы важны, Чаретеве и Бушлама, как раз, среди вот этим, его, русскоязычием, скажем, даже это, может быть, не русскоязычие. Там, как раз, вот в этих поэмах, они не очень большие поэмы, но он там впервые, может быть, ношу такой свой язык, вернее, какой-то вот индивидуальный, такой поэтический ход, скажем так. Вот здесь первая поэма, написанная в Москве в 54-м, 55-м годах, это, как бы, как сказать, ну, на уровне нервных окончаний написана такая вещь, скажем так. То есть вот, просто все вот ощущения каких-то спуск и чувств, зрение, слух, там буквально какие-то эти интересные, такие кожные, какие-то прикасания, они как бы, там они как воплощены, но это все через боль какую-то, всякое там, страдание и так далее. Вот. Ну, это я называю перевод губашского глаза. Есть такое выражение Апостива Мандельштама, там, где-то Прадатова, что-то такое пишет, когда, как бы, мир вот так вот, весь там, собравшись с ней и какой круг, единый орган чувства, так сказать, цепляется в человека, его там, как-то терзает, мыши там, и так далее. Вот. Это. Ну, это вот, все на уровне еще вашей музыкальной, здесь написано. А потом, второй период, может быть, и так далее. Ну, это вот, частично продолжается вот период губашского глаза и в поэме кушлам уже, начало, но она уже другого типа, как бы там, вот за эти, если правильно, может, выразился, вот за эти все страдания, или за эти вот страдания, не то, что за эти страдания, за то, что вот, человек, порядка, все выплескивает наружу, вот все эти свои боли, там, и, вот эти внутренние, всякие самоистязания, это, в принципе, делать не нужно, так, в принципе. Поэтому, как бы, он, вот, вот такая ситуация, как бы там, на чем это пишет, вот один человек, и другие люди, значит, так, я, ну, я один, скажем, затем опять, я один герой, остальные какие-нибудь, такие гортокраки, там, и так далее. У меня, значит, у меня ни семьи нет, никого нет, так сказать, но у меня есть какой-то там идеал, ну, это женский идеал, вот ее, как бы, реально нет, но это некий, такой, там, образ, так сказать, существует, но ее, может, в реальности, может быть, и нет. Вот, и с таким представлением, как бы, вот пишется вот эта поэма «Зависть». Вот. Но, за это, вот, за то, что человек высказывает такого рода суждения о мире, там, и так далее, и о людях других, получает некое возмездие после этого, можно получить. Вот, как бы, во второй поэме это некое, такое, возмездие, ну, там, заметно, там, будут такие слова, «Утавару», «Таду», «Тюреу», то есть, как бы, должен за все это заплатить человек потом. Ну, вот такие были сложные, вот эти, да, ну, происходил переход ко второму периоду, ко второму коду, скажем так, если первый код, это вот такие вот, на уровне нервных, таких, ощущений, самоощущений, там, самоистязаний, такой, некий язык, вот, психоаналитический, скажем так, в некотором смысле, то потом уже, человек, как-то, получив возмездие, наказание, я так понимаю, по примеру, можно так и правильно, он обращается к некой такой, внутренней речи, он уже не разговаривает с миром, начинает говорить только сам собой, так сказать, ему уже не нужно, там, все где высказывать, ну, вот это записывает людьми, конечно, так сказать, но это, как бы, некий такой разговор уже не с окружающим миром, не с людьми, так сказать, а с самим собой, вот у Геннала Николаевича на эту тему выражение, что, там, не так трудно говорить с людьми, ну, что-то в этом роде, я точно не цитирую, труднее говорить, там, скажем, с близким другом, а еще труднее разговор с самим собой, что, например, вот так вот, такое, из три этих, как бы, ступени таких разговоров. Вот многие стихотворения его, ну, в данном случае, может, больше к русским, она относится как раз от позднего периода, скажем, они представляют собой некий разговор с самим собой, ну, он и о мире, конечно, тоже, вот, и он это вот записывает разговор, потом выносит к нам, но, тем не менее, это один разговор с самим собой. А в чувакских стихах такого, пожалуй, там уже стихи и поздние, и ранние, они все-таки, как бы, имеют некого такого адресата, и даже поздние стихи, они даже, ну, уже, может быть, вот, уйдя от этого, такого, такого, юношеского максимализма, эгоцентризма, они какие-то такие, уже основываются на каких-то народных, таких максимах, каких-то представлениях, истинных, там и так далее, они обращены, как бы, ко всем, именно отталкиваясь от каких-то, там, некоторых, заповедей, чувашских, слов предков, там и так далее, они какие-то общие, такие же слова, может быть, и за счет этого, как бы, получается, такое, действительно, впечатление простоты, упрощения, ну, это, может быть, не совсем так, на самом деле, тоже там, может там что-то, если нечто иное, нечто иное. Я думаю, что, в чувашских стихах, у него, ну, я на русских, заметно, может быть, с моей точки зрения, проявляются три, такие, фундаментальные вещи, если говорить о фундаментализме. это, ну, как я понимаю, что, вот, мир, чувашский, духовный, основан на трех таких, постулатах, скажем так. Ну, первое, то, что есть некая высшая сила, где-то там, ну, не важно, как она называется, в данном случае, которая, вот, ну, сотворила все сущие, все, что вокруг. И за счет этого, все, что вокруг, второй постулат, оно одухотворено, оно не является, мертвым, в любом случае. Оно и камень, и дерево, там, и любое животное, человек, и так далее. И третье, это то, что, в некотором смысле, так сказать, ну, жизнь, это есть некая подготовка, естественно, к смерти, это так, у всех происходит, значит, не бывает. Вот. Но, тем не менее, вот, сама смерть, это есть некий такой предел. То есть, есть между живым и неживым, между ушедшими и между живущими, есть такой, некий такой происходит тоже, диалог, общение, какой-то контакт. Ну, скажем, там, он сам пишет. У него даже в ранних сифрах такое было. Ну, некая такая ответственность, я даже называл это клятвой, что, «Саула плана сасэбжен, хи кулдар манан сас». То есть, мой голос должен быть за вот эти, уже успокоившиеся, ну, имеется в виду ушедшие, за голоса ушедших, каких-то там, погибших там, рот взяли, там, или каким-то иным способом, там, ушедших и жили, и так далее. Или уже в поздних сферах, он говорит, «Сан азон даку плечер венизен через земле». То есть, это обречено, ну, к некоему поэту идеальному, что в своем сознании должны разговаривать живые с мертвыми. Или, правда, мертвые с живыми. То есть, вот эта непрерывность такая, как бы, жизни, то есть, она не кончается, пределов там нет. Ну, вот эти, я думаю, что аксиомы, я их называю чувашские, может, они не чувашские, может, они какие-то общие, общие для всех, но я думаю, что русские, на стихотворениях в русском айге, они тоже заметны, ощущаются, по крайней мере, в присутствии. Ну, наверное, можно говорить о разных айгеях, о чувашском, о русском, есть, наверное, и польский айге какой-то особый, потому что каждый переводчик, там, и там, много переводчиков было, больше, они были не просто переводчиками айги, часто, были очень близкими друзьями, очень общались с ним тесно, и близко, и какие-то находили, наверное, для себя, тоже важные вещи, поэтому, наверное, есть какой-то особый польский айге, я думаю, есть, есть английский айге, франц, который мы тоже, ну, перепискулику поддерживаем, вот, есть, естественно, французские айги, Леон Робе, немецкие айги есть, ну, в других, может, в меньшей степени, вот эти, по крайней мере, есть это точно, есть, может, и японские айги, там, Аким и Сатанака, вот, и, таких, наверное, я думаю, что, вот, они тоже разнятся между собой, хотя, конечно, есть, там, ну, тексты, оригиналы, основа, но, тем не менее, там, есть разные еще какие-то, вот, понимания у этих людей, тем более близких людей, вот, которые тоже дают свой какой-то, там, другой оттенок восприятия, понимания, его поэзии в небе. Ну, вот у меня все. Спасибо. А я теперь, будем отместить? Ну, просто, в моем создании теперь сложилось, у меня есть такая паритоническая картина многообразия айги, ну, поскольку мне доступен только русский, я вот хотела бы на Чувашском немного спросить, вот именно в аспекте авангарда, естественно. то есть, поскольку на Доросской айги был очень важный, в аспекте авангарда, да, с ней контактировали, и с текстами, а, то есть, вот, вообще, вы говорили, что существует чувашский авангарда, да, и мне интересно, ну, каково его спецфильм, и каково отношение айги вот к чувашскому авангарду в таком случае? Не, ну, Чувашский авангар, ну, что, владелец таким, что, как бы, такового, такового нет, ну, некие элементы, наверное, есть, так сказать, были в 20-е годы, но это было тоже, конечно, такое все, наверное, вторичное, немножко там, футуризма, немножко имажинизма, так сказать, вот, ну, не в особо, не в очень сильной степени, но у нас ведь такой поэт был, который 22 года погиб, ну, покончил за лицоубийством, Михаил Сейспель на Украине, вот, ну, его можно назвать, наверное, в какой-то степени таким авангардистом, что ли, но это не потому, что у него там есть, да, и, там, может быть, какие-то элементы и символизма, и мажинизма, и туризма отчасти, но авангардист не поэтому, может быть, а потому, что он, как бы, открыл новый период шуварской словесности, такой, чтобы такого, именно открытого, такого, обнаженного самовыражения, которого, которого раньше просто не было в шуварской поэте, вот, в этом, смысл его авангардист, конечно, но, Виталий Николаевич, наверное, в ранних сегах, что же, что-то такого рода есть, какой-то, я говорю немножко, и он его, сестри нашего почитает, и все прочее, но, не знаю, я думаю, там, для него были важны, может быть, не такие, прямые авангардисты, вот он сам, написал много, скажем, Маяковского, он читал, там, предушилище, и все прочее, может, писал немножко под Маяковского, но потом он сам говорил, есть такие поэты, второстепенного плана, может быть, они не так известные, скажем, такой Иржевальтер, такой был, чешский поэт, он сам говорил, что он гораздо, ему был ближе, в некотором смысле, чем, скажем, Маяковский, который, там, задает его, поэт, а тот такой был, скромный, но он тоже авангардист, так сказать, чешский, но он такой другого, типа и скажем, такой был поэт, Леонид Лавров, там, 30-е годы, на нем он тоже много писал, но он больше малоизвестен, такой поэт, но он и не авангардист никакой, но просто у него какой-то свой, там, был угол зрения, что ли, не знаю, восприятие, может, и не было авангардистов, есть вот эти два поэта, которые, я думаю, имели прямое влияние на него, хотя он о них никогда не говорил, Леонид Каневский, или Каневский, так его назвать, символист, такой, даже не символист, а такой, депресс символист, скажем так сказать, который покушал жизнь символистом, там, там есть одно указание на Микача, река Ааа такая есть, в Латвии, и у него там есть в одном месте, вот это, это река упоминается, даже там вроде, про него что-то говорится, он не большой поэт, но что-то есть там такой, какой-то образ, но он сам никогда об этом не говорил, но это, может быть, характерно, поэтому он любит раскрывать свои источники, но потом еще есть такой, Андрей Добролёвов был такой, тоже, предсимволист, тоже не очень известный такой поэт, но вот, есть такие, тростепенные поэты, которые, может быть, для восстановления, вот они более важные, чем всякие такие, очень известные, ну, хотя он общался, Крученок, конечно, в Москве, который когда-то был еще жив там, и то, что он работал в музее Маяковского, 10 лет там, они готовили с Харжевым выставки всяких, ну, всех вот этих художников, которые были в окружении Маяковского, Татлин там, Тилон, Николевич там, Матюшин там, Гро там, и так далее, это, конечно, тоже было важно, Харжев, ну, известный, как бы, знаток всего этого дела был, вот, наверное, тоже, конечно, было хоть приятнее, а Крученок, он записывал, не знаю, эти записи, сохранились лет, но Митакон, как тот читал стихи, уже в таком, конечно, преклонном возрасте, ну, где-то они должны быть, вот эти записи, он писал, много дел записывал, но они так общались, довольно близко, есть Сократия с ним там, все круче, вот я думаю, что эти источники, они такие вот, не очень, лежат на поверхности там, где-то они так, может быть, очень, скрытые, ну, французы понятно, да, он как перевел, и Чуваски переводил, и так далее, но, Владимир Чуваски, поизвини, его там не такого, какого-то, может быть, на других, может быть, это больше повлияло, эти переводы, на других, может быть, поэт, больше оказал влияние, он как бы ограничился переводами, перевел их, вот и хорошо, а в его оригинальной поэтике, как бы, может и нет, он может частично, чуть-чуть есть, он и переводил немножко, тоже на Чуваски, немного, может быть, он есть. По поводу поэтики, вот именно Чувашских стихов, то есть, как привлажно, ну, как бы, да, в Чувашской армии, ну, все-таки, там, может быть, ритм, какая-то там, работа со словом, то есть, какие-то, в общем, не очень много, в общем, такой классический, склонно-тронический стих, с ритмами, со всеми там, санет, ну, санет, и санет, ну, разные, ну, эти поэмы, я бы сказал, поэмы, и там привлекающие к ним стихи, вот этого, там, 55-е, 57-е, 56-е годы, как бы, некое такое отдельное, на мой взгляд, некое такое отдельное, а потом он, как бы, стал немножко так уже, ну, я думаю, что просто, если бы его, ну, условно говоря, в кавычках, авангардный пафос ушел в русскую поэзию, здесь он уже, как бы, оставил, такую, более, традиционную, так сказать, форму, для чувашской поэзии, возможно, так, но я примерно так думаю. так, ну, вот, у нас сейчас, вот, Галина Ярмакова, я сказал уже, которая, написала кандидатскую диссертацию, интересную, по Айби, сейчас, я вам точно не помню, как это называлось, но это было восприятие поэзии Айби, там, школьниками, они там читали его стихи, там, делали какие-то рисунки, там, и так далее, а то говорят, он сложный, не сложный, а то они так спокойно, там, все это понимали, изображали, что там свои впечатления, как-то они там, отображали, изображали, это было интересно, и потом она защитила докторскую диссертацию, уже там, в более таком, широком аспекте, но, к сожалению, сейчас она в больнице находится, и потом не может принять участие в нашей конференции. Так, Юрий Яковлев, вот, сотрудник нашего института, филолог, института, вот у него, такая тема, по названию, так сказать, провокационная, загадка 1, провокация, иди провокация, да, как раз. Провокация, да. Вообще, члены многие, однозначно связывают с какими планетами, может, говорят, странные, ну, можно сказать, загадочные. Я пытаюсь обознать то проблемное поле, в котором мне представляет вообще сам феномен Айди. Хорош, скажем, поэт неоднозначный, многогранный, многогранный, чем-то, я прожил, достаточно, то есть, прошел достаточно долгой творческий путь, то есть, и, если все смешать к одному пучу, там, что-то, куча мало получается, это, некий хеппинский акт, то есть, и ницше там, и православие, и католицизм, я считаю, все в одном путье сваливать, как бы, не нужно. То есть, надо разбирать, вот, по периодам, то есть, в каждом периоде творчества, я считаю, у него своя правда была. Специально притащил я, архив войны у меня большой, плохой такой. Вот, в свое время, в мире книг я, русский поэтийский авангард начался. Тут, как раз, вот, в смысле, он печатает вот этих авангардистов, и в этой книге, у него есть термин, который, вот, послужит, сначала, ну, на моем большом сообщении. То есть, термин айди – авангардистская творческая стихия. Сразу вспоминается Марина Цветаевна. Он, она что писала? Она писала, дело поэта – работать со стихией. Дело читателя – что делать? – бороться с поэтом. То есть, мы отдаем дань или проклонение перед поэтом, не когда мы слепо там, что-то говорим там, о каких-то высоких материях, о трансцендентности, антологии, о диалоге с бытием, слова, а когда пытаемся понять всю сложность его феномена. То есть, тут проблема понимания, я считаю, прежде всего. Этим мы отдаем честь. Айгид, прежде всего, носитель именно, как он сами говорит, авангардистской стихии. То есть, и, чтобы понять, что это, авангардистская стихия опять нужно подойти, взять его концепцию времени. Естественно, почему он обратился, значит, именно поставителем авангарда двадцатых годов. Потому что двадцатый был, перекликается, рисмует, можно сказать, после сталинской эпохи. Эту непредставима без этого периода времени. То есть, он сын этого времени. И поэтому это все хорошо рисует. Потом, значит, отношение, то есть, к самому авангарду отношение сейчас неоднозначное. да? То есть, это начиная обвинение в станизме и кончая черным квадратом. То есть, разные отношения. я считаю, что, может, демон говорил, может, у меня тоже было такое отношение с нему. То есть, я считаю, все-таки, айди, он интересен в юные годы. у нас в юные годы что в сфере в сфере бессовщина? То есть, некоторая попытка все отрицать, неприятие мира, Ну, с возрастом служу по себе это, видимо, проходит. То есть, а у Геннадия Николаевича он, видимо, сохранился. Ну, бывают писатели, поэтов, я считаю, то есть, в чем мы, как бы, метафизику самого авангарда, если выразить в двух словах, это, я вот так представляю, то есть, это приятие мира и неприятие мира. Приятие естественного строя языка, естественного пластика языка и неприятия языка. То есть, фактически, получается, что, он оказался каким-то стопудовым авангардистом. Вот, хочу показать, ну, Вера Мичева-Краскова, вот, Николай Дронников может посмотреть, как нарисовал своего друга с рогами. То есть, контекст времени, в 60-е годы, после сталинской эпохи, вот, период оттепли, чем он отличается? Во-первых, индивидуализм, ярко вынужденный, то есть, а этот индивидуализм, он закон практически. в чему? Потому что, это посттаталитарное состояние духовного мира, того, представители, творческие интеллигенты того времени. то есть, потому что, всем надо было ходить левой и левой, а тут попытка преодолеть вот это тоталитарное такое удовлетие, скажем, болезнь, ну, в национологии читали, знаете, так, потом, значит, индивидуализм я сказал, и не секрет, что вот интеллигенция столичная, она была увлечена сатанизмом, фактически, то есть, заигрывание некими силами, она, когда заигрывание принимала разные формы, но оно было и об этом смысле литературы есть, оно. Потом, почему она именно проблематична потому что нельзя, я думаю, именно, может, как-то подтверждение, может, у Димы прозвучало это мастер, то есть, именно проверка на прочность, это все уходит в установку авангаристов, то есть, проверка на прочность языка, то есть, это не означает, что вот не подождать, а задачи, то есть, фактически, стратегию вообще жизненного и творческого приведения Игна Николаевича, это влада неисходила, то есть, именно проверка, то есть, напрочность, то есть, искусительность, возможно, всегда нужна, да, то есть, я считаю, не был бы станы, не был, не знает, он что-то такое, принял бы несколько другую форму, да, и, вот, все это укладывает в эту, для меня, какой-то, вот такой, один ряд, то есть, индивидуализм, потом, вот это, ловки языка, потом, значит, вот, игра в тайну, я бы сказал, то есть, тайна бывает, она разного порядка, но вот, вот, Геннадия Николаевича, вот, и это переходит в какую-то, вот, структуру формообразующую, вообще, его жизни тоже, его, такой, внутренний мир входит, то есть, ухожнение, ухожнение, сами понимаете, опять, это, вот, авангард, скажем, от рукава, да, чуть-чуть, то есть, поэтому, я считаю, что, в смысле, что бы я говорю, то есть, не слегкое поклонение, тут, ну, говорили о музыкальности, я чуть не забыл, кстати, много говорили, она музыкальность, насколько я понимаю, ну, это разного порядка, то есть, кейдж, там, восточная музыка, она, вспомним, Томаса Мана, как это было, доктора Саутова, да, вот, как раз у нас встречена эта идея, то есть, она музыка, музыка, и они размяты, то есть, музыка, музыка рози, фактически, что-то, определенно, когда Николаевич, скажем, приступил, да, вот так, скажем, потому что, тут надо говорить, в моем представлении, значит, о художестве, то есть, что такое художество, что такое литература, как Сарту спрашивал, что такое художественность, критерии художественности, то есть, и в смысле, вот, русскую литературу брать, да, то есть, русскую духовку, там, про гостеводов, должна быть мелодичность, не музыкальность, а мелодичность, это уже другое, то есть, у Геннана Николаевича, там, мелодичности найти трудно, мне кажется, вот это направление, в смысле, переложить на Чувальскую поэзию, до конца довела Марина Корябина, я уважаю ее даже, ничего не говорю, но ее читать невозможно, то есть, ну, то это уже следующий шаг, после Айгеи, и в смысле, поэтому, историческую, то есть, скажем, брать вот, традиционную русскую поэзию, она, вот, отмечена не только мелодичность, она запоминает легко очень, то есть, легко, и поэтому, на муху, текст, на песни хорошо уложиться, это, тексты, то есть, вот, специалисты, Айгеи, отмечают, что, как отмечают, его особенность, они называют, поэтики, забвения, то есть, опять странно, да, получается, для меня не совсем понятно, а, в чем значение, вообще, литературы, искусства, то есть, забвение, или, в том, что, как-то, человека, потолкнуть, навести на что-то, на другое, приоткрыть, там, окном называют, а забвение, то опять непонятно, то есть, вот, это, какой-то, вот, регус для меня, вот, там, феномен Айгеи, и это, нисколько его не умаляет, я считаю, как раз, интересно даже, есть же, кто любит регус, да, ну, достоятельно в свое время, что любой человек в догадке, а лучше, насчет Айгеи сказать, что он в догадке, не в квадрате, а еще как там, когда, еще больше, кури. Я считаю, что, действительно, еще одна задача, я считаю, вот, как бы, назвал бы это виртуальной поверью, то есть, вот, человек принимает, и не принимает, то есть, можно принять, можно не принять, и я считаю, что, вот, главная достойка, это, многократности, то есть, тут можно бесконечно говорить, у нас есть продолжатели Айгеи, то есть, у нас, Садур пишет, Марина Горягина, только этим нанимаются, то есть, ну, насколько это кому, что нравится, может, я уже старый стал, а так, молодость, в юности, это замечательно, спасибо за внимание. Спасибо. Вы можете, какие вопросы будут? Кирилл Васильевич, еще. Вы знаете, мне удалось сказать, вот, девушки, я вот хотела посмотреть, как тишина, какой музыкальный, если у вас не была бумажка, вы говорили, хотела бы мне просто посмотреть, вот, можно? Все. Спасибо. Спасибо. Халис Марш, Игна Николая Демокнея. Игна Николаевна. Спасибо. Идя в библиотеку, в сокровищнице книги, я вспомнила несколько эпизодов, где главными героями является поэт и книга. В послевоенные годы были, вы, наверное, знаете, были невероятно тяжелые, невыносимые, но мы жили. Вот такие вещи жили христиане чисто натуральным хозяйством. И такие сокровища, как соль, керосин, гвозди, стекло, они были совершенно недоступны. еще потому, что за них надо было платить. У крестьян не было денег. И вот мама посылает Гену, я уже буду говорить Гену, на рынок покупать соль. Целый день мальчика нет. Мы сначала думали, что, наверное, что-то случилось, потом выяснили, что на базаре был, он с односельчанами вернулся в деревню, но мальчика нет. Этот мальчик появился вечером. У Гена было такое выражение лица иногда, его уносить было совершенно невозможно. Это было и в стадии, и бывало, и в последние даже годы. Там раскаяние, там полное понятие, что он виновен, что его простить нельзя, то он все-таки хотел бы, чтобы его простили. И вот явился пасановый мальчик к маме. И что мама говорит? Купил сон. Он говорит, купил. Где? Вот. И дает маленькую книжку, крохотную книжку. Это была книжка сказка «Спящий царенью семьи богатыря». Что делать? Он хочет оправдаться и говорит, мама, продавец был неудобный человек, я хотел прочесть тут же. Почти до конца дошел, и он говорил, «Отойди, мальчик, я не мог это читать, и поэтому я купил». Вот такая книга была в библиотеке Евгена, сейчас я не знаю где. Другой эпизод. Мы купили в Москве сынушку. Адрес был очень странный. Город Москва, Зереми, Тройц-Голенищево. Это было деление напротив мосфильма. Это была комната, которая из коронника сделана. И вот мы там жили. Мы жили очень бедно, но необычайно счастливыми. Там была кипелая жизнь. Там были художники, писатели, то-то-то. Очень счастливая, хорошая жизнь. И синие, где же это как раз и это время. И вот нас сносят. Дают за эту квартиру. И мы сидим пять минут перед тем, как уйти отсюда. Гена всегда сидел, всегда сидел напротив окна. Я сижу сбоку. Он смотрит в окно. И все печально-печально. И потом говорит сам, как же я ее жалко. Я говорю, что? Говорит, посмотри. Пойдем ее привезти. Уже бульдозер-капа. И там блюд куча мусора. И на самом верху лежала маленькая книжка. Так и весель была. И так перелистывалась книга. Вот так лежит на кучу мусора. И так перелистывается. И я пошла, забралась на эту кучу мусора, что-то интересная эту книгу. Это был школьный ученик по ботанике. Он у меня на школьном танец. Вот последний год, пятый год, мы жили в Зеленье. Наверное, у Гена было ощущение времени. Ощущение сливы. Наверное, ощущение конца. И он просто буквально цеплялся. Когда зайдешься, говорим, не уходи только, не уходи только. Их очень много говорили. И когда мы в лес, ходили в лес, и это была очень интересная почка, так образовалась. Вот идешь по лесу, в лесу темно, выходишь и сразу облака. И Гена там восстанавливается, смотря, говорит, Ева, я забыл тебе где-то еще вот это сказать. Он еще хотел что-то выговорить это сказать. И вот один раз он мне говорит, ты знаешь? Говорит, меня так удивлял, но я любил Франции. Я так люблю вот эту страну, эту поэзию. Я сам этого не понимала. Ну, все выяснилось. Я говорю, а что? Когда я был в Париже первый раз, я хотел посмотреть Собор Парижской Погоматери. Я почему туда пошел один. Когда только пришел, говорит, меня затрясло. И я заплакала слезами. Я все вспомнил. Мне говорит, наш папа же был учитель литературы. Это мне папа рассказал подробно содержание романа Собор Парижской Погоматери. Эта любовь была, она была принесена, вложена папой еще до школьных годов, лет шесть. Вот это вот загадка разрешилась. И папа действительно был совершенно уникальный человек. У него была большая библиотека. Когда мы ехали в Карелло-Финскую Республику, он вывез оттуда огромную библиотеку. Это мне мама рассказывала. И когда они оттуда бежали, бежали, оттуда спаслась одна единственная книга. Вот он и все тогда. Конечно, когда он туда ехал, он, конечно, хотел знать эту страну. Вот это у нас лежало в снудке. Раз в год, раз в год, маму таскивалы. И мы смотрели эту книгу. Даже боюсь, пока была такая единственная книга у нас. Сохранилась. Вот я думаю, что надо очень хорошо исследовать последние два-три года. Потому что вот в это время, после того, как я говорил, «Блочвашки» мне еще, «Блочвашки» мне еще, «Блочвашки» мне еще. Вот здесь открылось все. Я не говорю про теоретого речи. Все-таки, когда сейчас я работаю с архивом, у меня складывается впечатление, что чувашский язык у него стал в последние годы. Это был язык для исповеди. Последние стихи, которые я сейчас нахожу, это можно было сказать только на чувашском языке. Это был уже не чувашский язык для вен. Это было как обнаженное сердце воспринимает. Последние стихи я читаю. И там все раскрывается что-то. И вот в верхнем же поле, когда мне, это, наверное, в августе, 73-60 годы, когда что-то хотел, Гена мне всегда говорит, «Ева, ты вот скажи, как ты думаешь?» Только не думаешь, что я большой поэт, Гена не говорила себе, что он гениальный, большой поэт. Он говорит, «Ты не думай сейчас, как ты меня воспринимаешь?» Вот раз я жил в литературу Веты, и это и странное поле было. Я даже в этом стихотворении сказала, что там как ангел летал. Это были очень болезненные разговоры. Гена хотела с ним все выговориться, сказать, 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 и как-то там эта точка образовалась. И вот в этом, не будучи не поэтом, у нее в литературу Веты, я сказала ему очень одну фразу. Сейчас не могу это сказать. Это было связано с Чувашским языком. Вот как я его воспринимаю, поизуирую Чувашскую, Гена сказала, «Я прошу тебе, напиши об этом». Это будет в пользу… В пользу Гена сказала, «Напиши». И это обязательно, и это будет в пользу того, что я Чувашский поэт. Но как писать, я это не знаю. Слово высказано. Вот так. Я могу сказать. Естественно, я вам могу сказать, очень-очень много. Очень-очень много. Было очень… Так вот, я поехала в 150-150 в Москву, и надо было создавать документы, и мы ночевали… спали на столе… на столе… В церковном институте. Было очень холодно, и мы не могли спать. И Гену все время говорили, «Я могу двадцать пять лет». Меня очень поражает. Гена говорил, «Я, Ева, я, конечно, буду лишен любви, как простой человеческой любви, и кто меня любить не будет, как мама, как соседи меня любить, как ты меня любишь, как миссию любить. Меня будут воспринимать сначала как поэта, а потом будет исходить из этого. А мне хотелось бы другой любви. Это я часто думала об этом, мне было очень больно это слышать, но я думаю, что если даже мы ее воспринимаем через его стихи, через поэзию, через поэзию, его выходит, его благородный облик, и я не буду у них, что он вселенный, как человек. Спасибо. Просто я никак не могу удержаться. Когда вот все хочешь, я думаю, что это так тяжело, когда все тогда устало, что надо будет очень удерживать. Вот как-то я уже вспомнила, я вот все больно, приближается день рождения, я думаю, что это очень хорошо, и вот мне всегда величайно радует, что он хоронит, как мы делаем, где его любят, там просто. И Ген мне всегда говорит, ну пойти вот к соседу, он знает, когда новое стихоотворение? Нет, не знает, вы ведь не любите. Вот, я думаю, хотел такой любви, но я думаю, ему досталось, и талия другая. Хорошо, хорошо, очень нравится. Игорь Михайлович Волков, действительно член Академии Великобритетного КССР, Академии Российской Академии Образования, наш ответственный педагог, который тоже общался с Геннадем Николаевичем, в разное время, в разные школы, Семёнии Российской Академии, который уже рядом с Геннадем Николаевичем, Генеральныйх Алендовичев, зирен, я хотел бы, не очень себя чувствовать, потому что, собрались дети, европейцы, trystical, привесников, в районах. Поэтому, я хотел бы, этого привесников вершину. этого привесников вершう. Я хотел бы посмотреть, Прогрессник моего младшего брата, он намного старше, я хорошо знал, я не принимал непосредственного участия в священии тела, я преследовал, как он на начале Микола Магиния. Вот так пригласили его нам на заседание Кружка мальчишка, 19-летнего, начинающего поэта, Бадюкова, руководитель Кружка «Потели исключительно из памяти». Травли пословица, Бадюкова, странно было. Сейчас по страху мы говорили, по-моему, Юлия Васильевича, по тоталитарному режиму, я не заметил, что этот режим прошел. Совершенно вернусь. Просто форумы изменились. Оказалось, экономическая цензура постарше, чем политическая. Попробуйте издать книгу. Последнюю акцию, кому не вспомните, 11 миллионов тираж Пушкина, трехтомник. В каждом доме, подарочные здания. Вот вам тоталитарный режим. Сейчас пять тысяч толстых бетонников. Но в другое время живем при другом тоталитаризме. Я поэтому думаю, надо жить, оставаться такими, какими были. Один такой ненормальный человек издает книги, за свой счет, обо мне. Здесь в Пардам Шаламе строка из Сокопельника. Я другим уж не буду название взял. Я почему так отвлекаюсь, говорю, странные вещи, может быть, я произнесу. Но, пленуясь к Пардаму Шаламу, находясь, я побоялся серьезно проанализировать педагогический аспект творчества Айги. Айги, вот Пардам Шаламов говорит, что поэзию не учат, поэзию лечат. А у Айги очень много умного назидания. Вот сестренка сказала, что исповедальность последних стихов. У него раньше не только исповедали, у него молитвенный жанр был. Он посвятил одно из лучших стихотворений моей жене. Это молитва по ней, по покойной. У него удивительно тонкое восприятие мира и людей. И вот я думаю, в нем, ну, чувашский поэзию не авангардист. Вот он странные расприятия, может быть, никто не слышал, от них слышал и нет, но молодой был очень. А тогда очень молодой. Ну, как ты говорил, почему народный, ты ненародный. Народ тогда не много был. Он был гениальный, видно было, что он очень высоко стоит. Он как-то скажет. И я думаю, какой я народный, ненародный. Я не знаю, обрадовался он этому званию, нет. Он считал, наверное, выше официальных таких признаний, званий и так далее и так далее. Я думаю, о нем часто. Скажем, вот, книга, собранная, изданная с разными поэмзином Эйзина, у меня не настольная, а по соседству со мной. Я часто из-за возраста лежа читаю и не скажу, я вам засыпаю. Ох, Господи, я читаю. И я, мне кажется, все лучше и лучше понимаю. Он, мне кажется, в 15 лет был немножечко старше меня в 77-летнем. Потому что его стихи про любовь, 15 лет, до меня дошли после 77-летнего. И я тогда понял этого Амархайма. Я измучил и упомнил на старости лет. Удивительная взрослая, невероятная. И потом, может быть, меня повел Айги дальше, как учитель. Ну, его было пожелание удивительное. Я подготовил доплату двухчасовой, поэтому я буду говорить не более 10, наверное, минут. Я очень серьезно отнесся друзьям, русским друзьям Айги. И поюсь, потому что они глубже меня знают, лучше меня знают, русского поэта. А я его знаю не очень, русского поэта. И удивительно, у него вещи есть, скажем вот, очень популярные, это «Русская вода среди вас», как вы, наверное, монеты и так далее. Это первый вариант у него «Чувашский». Он написал, вот он не перевел, а написал. Не русский тест, а русское стихотворение, авангардистское. А там, он не авангардист. Чувашская поэта, Чувашский магнит. Вот я, ну, у меня двухтомник вышел, «Педовой Круге» называется. Его выпустил, это почти тысяча страниц, очень хорошая жизнь, двухтомник, в Москве. Выпустил президента Якутской Республики. Наследство Якутии. Мы никогда таких не смотрели. Мы половили и чуть-чуть. И вот он обратил внимание на парадос. Тот самый, великий. Ох, ай, какая любовь, он сказал. Он почитал, он восхвалял и его, и меня. Но я боюсь быть нескромным. Я сто Геннадьев собрал, характеристики составил. Я просто боюсь оценки давать Геннадия. Потому что все равно, наверное, остальное какое бы ни было, скоро он еще хорошо и большинка. Ну, мне представляется, что Геннадий, а ведь для меня очень много хорошего сделал. Я прошусь тем, что в предисловии к итальянской антологии, чувашкам, «Благодарственную песню моей бабушки полностью вкручила». В итальянской языке «Благодарственную песню моей бабушке». Я думаю, бабушка известна только на девяти языках, а потом, оказывается, на десяти языках. Потом, я думаю, что… А я очень большой человек, очень крупная личность, личный символ, пассиональный. Мое непосредственно влияние на меня огромное, колоссальное. Вот все встречи, все воспоминания после его смерти, после его перехода в вечный мир, стали событийными. Вот, я говорю вам, он великий педагог, воспитавший семерых счастливых детей. У нас же, когда там были время детьми малокомплектной школы, а тут семь, с женами учались разные, но тут не одного ребят не оставили. Любовь детей, ему удивительно, особенно Алексея, это его концерт на 70-летие. Это же поражило всех, это на всю жизнь. Это счастливым стал наш народ, присутствовавший на этом. Потом он все-таки подарил детям наилучую наследственность, прекрасные выраженные способности, чистый человек. последняя встреча с ним, с моей женой. Одни и Айги. Жена посидела, постеснялась, у нас доверительные разговоры начались, ушла. А одни, ну, скажите, Юрыши, мы мне 50-летние, все, кажется, но 60-летние мои дети, что вам можно понять. И вот, мы неторопливо пили вино, и сейчас я переживаю, неужели я бы Александра Сергеевича и Сергея Александровича, это два моих любимых, особенно почитаемых, их бы я тоже принимал на кухню. Сейчас мне неловко. Вот, чтобы не мешать, мы оставались в духовной ночи на кухне. И вот, я повторяю его силотворение, молитва, посвященная моей жене. Я хочу концерт зачитать, и, знаете, это действительно жанр семь моих любимых. Мою жену любил. Очень удивительные вот эти строки. Я молюсь на нее, хотя уже 30 лет ее нет. Очень смелый, удивительный был человек. Вы, наверное, не все знаете, опять сплошная молодость сидит, когда этот человек устраивал мою петель, он почти первым прибежал к массовету, где поэдар разрывал автоматы. Может быть, для поэтов это не интересно. Это факт сам о себе очень интересный. А потом он провожал Сахарова. Его провожало четыре человека. Он откровенный борец, смелый, рискующий такой был. Я хочу, чтобы это тоже люди знают. Просто хочу сказать, и в поэзии, и в жизни он безупречно чистен. Вот это я. Потом меня водил на могилу пастерна. В то время, по-моему, под наблюдением были и люди, которые ходили на могилу. это не преувеличение. Туда почти не ходил никто. А потом я без него искал, не нашел. Передел. Потом на зенфикметре реакция был, наверняка как на зенфикметре не будем убивать. И тоже он спросил у «Геннадий, ты коммунист? В коммунистской партии состоишь?» «Нет». «Тогда у вас кто там?» «Если самый честный, самый талантливый человек, ты партия». он он видимо по соображению патриотизма не признался, что исключён из комсомола. Всё-таки национальная гордость. И удобно иностранцу, пусть коммунист, выдавать, что такое возможно нашей стране. И вот я думаю, я ещё раз хочу сказать вам, я очень люблю, посвящаюсь прописки гений проявились в юношеских стихах о 30-летней войне. И повторяю, это вам может быть молодым людям непонятно, то через 30-40 лет вы меня поймёте. Я по-настоящему вот этот ну блеск любовный, внутренний или как ну как объяснёт любовь к улыбку и прощанию и к ушке, видимо, вот эта улыбка пришла и пришла по тайге умению. Тоже интересно. Есть очень хороший поэт халмыцкий Санджей Баслан. Он говорит, я страшно была со старостью, не из-за того, что ум захереет, нет, я боялся, что не буду способен любить любить. Только этого больше у меня другой боязни нет. Сейчас на вас смотрю я, показываю, 80-ти, может быть, 18-ти летним. сердце не стареет, душа остается больше. Это тоже, это мне тоже было рада. Я повторяю, я очень много написал, под руководством от Нера перепечатал. Я удивлён его этим Чувашским, восхищаясь Чувашским, почти не ломать, под гнётом, скажем, халам, завещанным кодексом души, слабо, благословение были. Каждая жизнь была царена другом. Стихи прощали, благодарности, два волоса, поясница сказана. Удивительные вещи. Я думаю, только потом про штуки, хотя русский, хочу примерное содержание того, посвящения моей жизни. Образы я виделись в поэту вновь перед днём его собственным рождением, да, примерно в это время. Белый свет пришедший в сновидении, целый день не уходить. Он с того, он и записывает, как бы продиктованные ему изнутри его самого вористые строки. Надо было, чтобы и я было. Ощущается все время отсутствие одного человека на земле. Миллиарды людей в мире, одного нет. Тишина белой цветы. не уносит в белом флоксе. Становится сильнее. Скромная немногословность. Лёгком дрожане жасмина. Два-третьих слова был, как же является рассудка дыхания, душевным чутилом. Два голоса, потом он написал еще три у него посвящения, хотя два голоса называют ГВ, там не ГВ, конечно, Амада, а Александр Дмитриев, а не я. Просто, видимо, для прикрытия печали так взял. Вот. Потом я хочу вам сказать, я очень высоко ценю его стихи для детей о детях. Все время присутствуют дети. Маленькое благоображение старшему сыну. Не дожидаясь любви, будь любящим, побежаться легко, будь прощающим, будь дающими себя, берущим и без себя полным. Но он уже предсказывает пророльски, что Чубасе придет. Да? Он страшный человек. Как его? И по-своему не знаю. И вот я закончил. Я повторяю, я готовился очень серьезно, у вас очень серьезные доклады были. Это вот Томская девушка, она пограничница между Халантами, Евгением, Тайцей. Я хочу, если понимаешь, почему, не просто русские поймут, может быть, что то уйлова, ау, саби, ау, 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 и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это его стихи. Стихи представлены как на чубашском, так и на русском языках. Полные тексты стихотворения поэта. Представлены также переводы поэта. Переводы сказанных языков на чубашский язык. Полные тексты имеются в виду. И Александр Иванович, главный, конечно, как библиотечная точка зрения, это, конечно, сам библиографический указатель. Он вышел у нас в двух домах. При непосредственном участке Геннадия Николаевича мы работали, конечно, очень долго и совместно. И Геннадий Николаевич нам несколько раз отредактировал сам библиографический указатель. Советовал, вы прекрасно знаете, что он работал библиографом в своем время в музее. Поэтому он библиографию знал очень хорошо. Некоторые издания мы представили, обложки некоторых изданий, потому что многих изданий практически в библиотеках не только чубаши, но и в России нет. Поэтому нам важно было показать его издания читателям. Здесь же представлены и хроника жизни и творчества поэта. Хронику у нас подозревал Атмир Петрович Кузаргай. Библиография поэта и предисловия от составителей. Следующий большой раздел – это галерея. Галерея фотографий с 1927 года. Здесь литературная и творческая окружение художественных окружений поэта. Фотографии. Здесь модные и пастернатка, и Медитер Жданова, и многих-многих других. И современные, и предыдущие фотографии. Следующий раздел – это авторство. Так, «Камерерия». Ну, его было стояло. Вот так говорили. Здесь же представлены как раз рассказы. Рассказы Рима Николаевича о себе, о семьяхе, о родословной, выставленные фамилии, рассказы о смерти планы, обо всем и вставлены также в «Медляхтолка». Но наша цель была раскрыть жизни и творчество поэта и облегчить рост библиотечных работников и педагогов при проведении мероприятий и уроков с учащимися. И популяризация в Галерея в Больжестве. Что-то, что я не помню. Вот такая, вот, вот эта фонка. Маскварад. Я прилетаю. Мы впервые исключились, значит, два года были. Я уехал, ночью прошел, и ночью пошел бы с колонной площадью. Я стал сползать вверх, как же выпускать от материаля, и где было закрыто. У меня, когда вышел в Москве, я полностью мокрый. Снимаюсь вот так. Насколько все мокрый. У меня, ну, я народ живет, я тоже для этого не останусь. Отливки были использованы из документальных фильма «Варина Роздественная». Спасибо. Аплодисменты. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Ивановича, Владимир Владимировича Баксанова. В произведении Геннадия Николаевича Айги включены в программу по чувашской литературе для русскоязычных школ. И в городских школах дети на уроках чувашской литературы знакомятся с такими его стихотворениями, как «Снег», «Родина», «Полдин», «Мать». Так что мы в городских школах дети тоже изучаем произведения Геннадия Николаевича Айги и восхищаемся талантом. Спасибо Иване Николаевне, что у вас такой замечательный градус. Большое спасибо от имени детей я уже выступаю. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, спасибо всем. Мы сейчас наступили в участие в участии в участии в участии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. ВMusic Wire